Партнеры проекта Фитнес-клуб Арена и Пермская Федерация Йоги Год назад, 8 марта, в подарок всем дамам, мы запустили новый проект о настоящих мужчинах, их увлечениях и заботах. Однако юбилей решили справить 23 февраля, в день всех героев этого проекта. Меня зовут Роман Четин, и не без гордости оглядываясь назад, я запускаю дополнительное время. Весь этот год я рассказывал вам о спортсменах и экстремалах, профессионалах и любителях. Принцип отбора был один – они должны гореть делом, которым занимаются. Сегодня на правах именинника я решил один раз по-особенному рассказать о том, что заставляет и мои глаза гореть спортивным азартом. Снимаешь? А звук пишется? Вот эта штука, которую я надеваю, называется каркас. Именно из-за нее игроки в американский футбол кажутся такими широкими. Самостоятельно надеть это все нереально. Нужна помощь товарищу. Тем, поможешь мне? Все, будем тренироваться. Примерно так и начинаются тренировочные выходные для игроков команды «Стальные тигры». Американский футбол в России, как он есть. Это в США спортсмены могут похвастать миллионными гонорарами, заполненными до краев стадионами и толпами поклонников. Тут, в Перми, мы каждые выходные собираемся в небольшом манеже, чтобы стать быстрее, жестче, сильнее. В черных футболках это игроки защиты, нападение в белых. В футболе каждая команда делится на две половины. Одни только атакуют, другие только защищаются. Внутри каждой группы есть еще более узкая специализация. Она позволяет играть быстрым и легким спортсменам наравне с массивными и сильными. Вот эти крупногабаритные парни вместе со мной составляют линию нападения. Мы – лайнмены. Каждый весит в районе центнера, кто-то больше. Наши действия на площадке напоминают толкотню и борьбу. Не очень зрелищно, но недооценивать не стоит. За нашей спиной стоит человек, разыгрывающий мяч – квотербэк. Он – мозг любой команды. И если мы дадим слабину, пропустим к нему игроков защиты, то сотрясение мозгу обеспечено. За океаном футбол играют с малых лет. Можно сказать, впитывают правила с молоком матери. Мы же учимся на своих ошибках – на шишках и синяках. Допустим, вот у меня есть налокотник, потому что порваны связки на локте. Так скажем, уже привычная для меня травма. У многих ребят, у кого повреждены голеностопы, у кого колени, у кого локти, запястья, Пальцы – это вообще считается расходным материалом. То есть сломал на тренировке палец, это практически ничего не произошло. Звучит жестко и цинично, но нас это не смущает. Сейчас нас, увлекающихся футболом, в России, наверное, насчитывается не более 20 тысяч человек. В Перми человек 60. Мы твердо уверены, что если приглядеться, то игра эта окажется более интеллектуальной, нежели силовой. Будет напоминать стратегию на захват территории, а не средневековое побоище. А в ожесточенных столкновениях зрители смогут увидеть истинную спортивную честь и настоящее мужское братство. Конечно, приятно думать о том, что мы сами управляем своей жизнью. Мол, что хочу, то и делаю. Но не всегда желание приводит к искомому результату. Например, в тренажерном зале. Хочешь сделать руки мощнее, а они не растут. Тут на помощь и приходит фитнес-инструктор. Он как штурман в гонке ведет тебя к заветной цели, к телу мечты. Сюрпризы на 23 февраля бывают разные. Для героя своего романа Милана решила подготовить, пожалуй, самый необычный подарок. Каждая женщина хочет быть самой красивой для своего мужчины. И мне кажется, что на 23 февраля самый лучший подарок для него – это сделать себя чуточку лучше. Казалось бы, куда лучше, но предела совершенству, как известно, нет. Тренировка под руководством опытного инструктора из арена Gym & Fight Club поможет подчеркнуть достоинства и устранить недостатки, если они вообще есть. Давай еще сделаем одно упражнение на ягодицы. В завершении нашей с тобой тренировки. Поехали. Старайся присядь как можно глубже. И напряжение всегда держишь ягодицы. Всегда. Растяжка после тренировки обязательно. Те, кто экономит время, ей брезгуют. Результатов, как правило, достигают меньших, нежели их хорошо растянутые визави. Мы сейчас с тобой будем делать миофасциальный релиз. То есть у нас над мышцами есть фасция. И вот эту фасцию нужно расслабить, чтобы было наиболее глубокое растяжение мышц. Такая растяжка улучшит кровообращение, поможет сжечь жир, прорельефиться, если есть такая цель. И на выдох старайся расслабиться. Как ощущения? Да. Очень. Да-да. Молодец, умничка. Регулярные тренировки – это не только усилия, боли, постоянная мышечная усталость. Есть в этом фитнес-хороводе и приятные мелочи. Именно из них и складывается общий успех. Следующий пункт – массаж. Сейчас мы проводим спортивный массаж для расслабления мышц, восстановления нервной системы, ну и, конечно, общего расслабления организма. И это ещё не всё. Последнее, но не по значимости. Приём пищи после тренировки. Подпитка утомлённых мышц. В кафе-арене можно убедиться, что правильное питание может быть приятным на вкус. К сожалению, сколько бы мы ни занимались, ни делали кардио, растяжку, массаж, никакого результата не будет, если мы не будем правильно питаться. Кстати, эти пункты и советы можно применить и самим главным героям сегодняшнего дня. Уж если девушки так основательно берут себя в руки, то защитникам Отечества ничего не остаётся, как соответствовать им. Скоро, кстати, международный женский день. Почему бы не совершить ответный фитнес-визит в тренажёрный зал? Завалиться бы в гамак где-нибудь на океанском побережье и под шум волн наслаждаться течением жизни, чем не мечта для большинства из нас. Однако йоги в очередной раз доказывают, что они совсем из другого теста. И даже гамак мысли об отдыхе у них не будет. Эти йоги с гравитацией в особых отношениях. Последователи так называемой воздушной йоги занятия проводят в подвесном оборудовании – гамаках. Они с ног на голову переворачивают представление о законе всемирного тяготения. Это нам он мешает оторваться от Земли, а им позволяет шагнуть за рамки привычных практик. Когда мы висим вниз головой, гамак нас держит. При этом гравитация делает своё дело, она начинает действовать на тело. Именно сила тяжести начинает действовать на тело, и наш позвоночник начинает вытягиваться, удлиняться. Мы используем силу природы, грубо говоря, на то, чтобы наша спина работала намного глубже. В этой группе занимаются новички. В центр йоги они пришли совсем недавно. Понятно, что подготовка физическая у всех разная, не всё даётся сразу. Гамак в таком случае оказывает поддержку. Например, для желающих сесть в шпагат он первый помощник. Если сравнивать её с йогой на коврике, с той же хатха-йогой, допустим, то плюсы есть в том, что некоторые асаны в силу, может быть, не совсем физической подготовки, либо для начинающих асана может не получаться на коврике, и при этом она может вполне получиться в гамаке. Гамак, он даёт некую опору дополнительную. Даёт возможность где-то глубже дотянуть, доработать, помочь уйти, не знаю, глубже в асаны, как вариант. Такое перевёрнутое положение способствует снятию нагрузки с позвоночника, освобождает сжатые закостенелые суставы. Комплекс антигравитационной йоги улучшает периферическое кровообращение и способствует лимфодренажу. Мы используем очень много перевёрнутых вариантов поз. В случае с повышенным давлением это может не очень хорошо, на самом деле, повлиять на здоровье ученика. Поэтому мы об этом обязательно проговариваем. И если действительно есть такая проблема, то лучше избежать этого вида нагрузки, лучше использовать что-то другое, там, ту же йогу, хатха-йогу на обычном коврике. Однако никакая практика на ковре не сравнится по ощущениям с этой. Ты как будто возвращаешь своё сознание в детство. Принимаешь гамак как люльку или покачивание на руках матери. Йоги любят такие образные сравнения. Самое главное – это шавасана, когда мы завершаем наше занятие шавасаной в гамаке. Одна моя ученица одна же сказала, у меня такое ощущение, что все мои проблемы перевернулись с ног на голову и теперь легко решаются. Нет-нет, да, слышу иногда фразу о том, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Причём высказываться так себе позволяют люди, которых по габаритам и с тумбочкой это прикроватно не сравнить. Сергей Долгих приведёт свои железные доводы в пользу того, что уроками самообороны не должны учураться люди любой весовой категории. Однажды к старому учителю китайских боевых искусств пришёл ученик-европеец и спросил. Учитель, я чемпион своей страны по боксу и борьбе. Чему бы вы могли меня научить? Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал, представь, что ты гуляешь по городу, изобрёл в квартал, где тебя окружили несколько головорезов и хотят поломать тебе ребра. И что? Вы научите меня, как справиться с этими головорезами? Старый мастер снова улыбнулся и ответил, «Нет, я научу тебя не забредать в такие кварталы». Притча покажется вам смешной, но в ней истинна. Всегда лучше избегать конфликта, если это возможно. Если же нет, мы научим вас, как дать отпор. Сегодня наш гость – обладатель очень многих титулов спорта. Чемпион мира 2004 года, чемпион СНГ, чемпион Евразии, чемпион мира 2013 года, Максим Смирнов. Мой друг и просто очень хороший человек. Привет, Макс. Сегодня Максим нам расскажет и покажет пару приёмов из обоймы профессионалов. Всем знаком этот спортивный снаряд, он называется «Мешок». Максим покажет нам особенности работы профессионалов на этом снаряде. Работа на таком снаряде, именно на тяжёлом, даёт отработать именно какой-то одиночный жёсткий удар, либо работа долгая на функционал, то есть упираться в мешок, бить его по всем уровням. Главное, чтобы снаряд был подходящий, так как работа по ногам шла, работа в корпус туловища и работа в голову. Производим левый прямой в голову, правый прямой в голову и левая нога идёт в область корпуса. Одна из эффективных связок – это идёт через блок, через защиту. Щит лоу-кик, значит, производится, по вам идёт атака, вы блокируете ногу, тут же через разножку посылаете в корпус ногой, переводите на голову правым прямым. После правого прямого идёт удар по печени слева и завершающий удар ногой, либо в голову, либо в корпус. Работа идёт по трём этажам. Тут, значит, защита от лоу-кика и быстрая контратака. Контратака идёт сразу же в печень, голова, печень, голова. Защита от лоу-кика выполняется щитом голей. Здесь мы показываем контратаку после рук. Защита от правого бокового. Тут же производим контратаку с два боковых, левой и правой. Переводим на левое колено, так же с разножки. И завершаем правым ударом на гол-гоу. А теперь Марина и Андрей Ситников покажут приёмы самообороны для женщин. Если вас схватили за шею, первое правило, ни в коем случае не паникуем. Своей рукой прижимаем предплечье противника к плечу, фиксируем локоть противника скользящим движением. В это время делаем шаг назад, скручивая корпус. Тем самым противник двигается с нами. Заламываем локтевой состав противника. В это время освобождаем руку и наносим удар либо в лицо, либо в пах противника. Девушки, ещё хочу вас познакомить с Вячеславом, тренером женской студии по кикбоксингу. И что дают ваши занятия? Кикбоксинг – это один из динамичных видов спорта, который очень хорошо сжигает калории. Помимо упругого, хорошего тела и стройной фигуры, мы также приобретаем навыки самообороны, которые нам очень могут пригодиться в жизни. Мы благодарим гостей за уроки мастерства, а вам желаем никогда не применять наши уроки на практике. Если же, конечно, речь не идёт о тренировках, до новых встреч! Всё на сегодня. Это было дополнительное время. Увидимся ровно через неделю. Удачи в делах!